Комментарии по игре. Давайте сразу вопросы. Чтобы не комментировать, давайте сразу вопросы, мне так проще вводят. Есть вопросы же наверняка. Алексей Юрьевич, вели 2-0 в итоге, а второй и третий период не в вашу пользу сложился. Почему так вышло? Ну, хорошо начали, играли по заданию первые 20 минут, поэтому такой результат был. Во втором немножко отдали инициативу, перестали, наверное, выполнять то, что выполняли в первые 20 минут. И игра по этому поменялась. Ясно было, то есть предупреждали, что ЦСКА добавит. Ну, в принципе, и готовы были к этому. Но еще раз говорю, чуть-чуть проиграли в движении, проиграли немножко борьбу за нейтральные шайбы. Ну, вот, поэтому ЦСКА больше вводил инициативой. В третьем периоде, в принципе, чуть намного, ну, получше, то есть вернулись к тому, кто игре, которая должна была быть. Ну, вот, в принципе, третий период прошел так, с, ну, обменными успехами. И то у них были моменты, то у нас. Поэтому, ну, ребята молодцы, отдались полностью. Как бы у меня нет претензий команды по этому вопросу. Ясно, что все-таки ЦСКА опытная команда и, как говорится, будет играть до конца при любом счете. Просто мы должны это понимать. Ну, вот, как бы это для нас хороший урок. Двигаемся дальше. Алексей Юрьевич, прошли две недели первой регулярки. И много интересных тенденций в КХЛ. Вот, в частности, у армейских клубов старт не сдался. Торпеда только сегодня первый раз проиграла. И все разговоры хоккея, они сводятся к тому, что, ну, это начало сезона, ну, это начало сезона. Вот вы наверняка наблюдаете за тем, что происходит в лиге, не только в Спартаке. Вы можете сейчас как-то определить, спасать, не знаю, опыт, какие тенденции реально можно списать на начало сезона? А какие-то есть моменты, которые вы видите, что они прям в долгую? Ну, по мне, вот сейчас, на данном этапе, я бы сказал так, что вообще проходных матчей нет. То есть надо настраиваться на любую команду. И ясно, что, как бы, ну, как все говорят, начало сезона, но кто-то там жалуется на, как бы, много перелетов уже. Ну, я думаю, все в одинаковой ситуации. Тут, я думаю, больше это именно от настроя, наверное, может быть, что-то еще не получается у некоторых команд. То есть все-таки мне тяжело там судить, как другие команды, как они готовятся. Я могу сказать по-своему, ясно, что у нас, как бы, команда строится, есть те моменты, которые нам нравятся, есть моменты, которые нам еще предстоит много работать. Поэтому я думаю, что, наверное, вот для меня, как тренера, я вижу, что чемпионат становится сильнее. И, то есть, каждая команда может преподнести большой сюрприз, если ты на нее не настроишься. Поэтому, наверное, будет правильно сказать, что сейчас проходных матчей нет. Ну, то есть ребята должны настраиваться на каждую игру и на все 60 минут. Еще вопросы? Если вопросов больше нет, спасибо. Отлично. Спасибо большое. Блин, все равно он не держит. Блин, все равно он не держит.